добрый день меня зовут станислав и вы на канале орхидеи дома сегодня на канале пересадка вот такой малышки значит я размывал эту малышку примерно около двух лет назад из фласки фласка сюрприз ну f1 было несколько фласок это я так для себя обозначил но какое цветение будет это для меня сюрприз то есть название орхидеи я еще не знаю почему я решил пересадить значит по двум причинам вы видите какой вымахал один воздушный корень и мне никак не удается его заправить в посадку это первая как бы причина один корешок я уже попытался и он к сожалению вот видите пропал а сеть вторая причина по которой я хочу пересадить вот обратите внимание внизу уже все зеленым зелено то есть мне тяжело смотреть в каком состоянии ее корневая система внизу и как раз момент такой что у нее раскупленные вы видите корешки вон у основания пробился еще один этот большой тоже раскупленный и самое время что можно ее будет пересадить или может посмотрим сейчас каком состоянии будут корни внизу может получится перевалка нет в принципе тут высыпалась все особо перевалка наверно уже не получится вот этот корешок вот в этом месте пересох смело можно отрезать вот видите он полностью пересохший так вот еще краешек еще края которые были у нас получается внизу давайте мы разберем что тут у нас да очень жалко придется вот этот корень обрезать так как вы видите он болтается на одном тяжике не с ним и еще там парочку ну что для того чтобы нам сделать посадку вот этого длинного корешка естественно нам его нужно будет сейчас намочить и мы его сейчас попробуем намочить вот в такой высокой посудинке для чего намочить для того чтобы он был у нас упругий и мы смогли его посадить в следующую посадку я сейчас все опрыскаю чтобы он весь у нас намокал даже не только снизу где мы его опустили а и верхняя часть ну вот я думаю она уже промокла хорошо ну орхидея и корень на этой орхидее видите он уже стал темнее так значит я выберу несколько наверное кусочков с этой посадки чтобы перенести микрофлору этой посадки в следующую посадку ну тут кора в принципе еще разлагаться не стала видите да вот такие неплохие кубики мог конечно уже использовать такой я не буду в любом случае он уже набрался и солей так ну тут вот уже кора такая ну не буду вот эту уже использовать так посадить я попробую вот в такой горшочек значит на дно я хочу положить кокосовое волокно то которое мы с вами недели две назад вымакивали кто смотрел видео про соли которые находятся в этом волокне так вот это волокно оно вымоченное и оно готово для работы так несколько кусочков коры и теперь давайте попробуем так я думаю все у нас получится хорошо хорошо да все таки этот корешок таки норовит подняться вверх сейчас мы его попробуем аккуратно все таки придавить да за счет этого корня получается что орхидея немножко пружинит Субтитры сделал DimaTorzok И верхний слой вокруг краешков горшочка я хочу укутать вот так вот мухом сфагнумом. Сейчас я аккуратно его именно по краю. Вот так вот пальчиками пройдусь, немножко его придавлю. Так, кусочек вот здесь нам нужно. Ну вот, по-моему получилось очень даже неплохо. Сейчас я еще разочек по окружности вот так вот пройду. Так, здесь вот так вот этот листочек вот уберем. Вот, теперь лучше. Ну вот такая замечательная посадка у нас получилась. Давайте мы теперь рассмотрим ее со стороны. Значит, кокосовое волокно, которое у нас внизу, значит, оно будет выполнять роль, скажем так, губки, Которая будет удерживать влагу и только при надобности отдавать эту влагу или корешкам или грунту, который будет уже, допустим, очень сильно просохшим. Средняя часть, как бы вы видите, у нас заполнена корой и заполнена корой такой средней фракции и воздух будет у нас гулять получается. То есть, получится хорошая воздушная, скажем так, прокладка из кокосового волокна и дальше корни тоже будут хорошо дышать. Ну а сверху, зачем я мхом вот так вот укутал? Это для того, чтобы при опрыскивании, допустим, мха вокруг будет создаваться влажность и тем самым из основания это будет как бы стимуляция для роста новых корешков. По крайней мере, в предыдущих своих посадках, когда я делал так вот и время от времени, если мог уже такой начинает пересыхать, просто пройдусь из, ну вот таким вот образом, пульверизатора, так скажем, прошелся, опрыскал и тем самым новые корешки будут стремиться к влаге. А также ж, мох будет выполнять функцию защитную корней и все соли, которые будут попадать в посадку, допустим, с удобрениями, будет оттягивать на себя эти соли. Так, ну что, мне остается сегодня только переписать на горшочке, откуда это орхидея, чтобы не забыть. Надеюсь, видео для вас было сегодня интересным. Кому понравилось, не забывайте поставить лайк. Кто не подписался на канал, подписывайтесь. Приглашайте на канал своих друзей. А также можете поделиться ссылкой на видео в своих соцсетях. И вот на сегодня, пожалуй, и все. Всем здоровья и удачи. И всем хочу сказать, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok